Всем привет, друзья, подписчики и гости канала. Где купить металлоискатель, спрашиваете вы меня. А все легко и просто. Забиваешь в поиске Antiquar32, переходишь на сайт и у вас открывается право выбирать. Тут есть все, от металлоискателей до поисковых магнитов, которые представлены на нашем российском рынке. Товары известных брендов по удивительно низкой цене. Гаррет, Ака, Минилаб, XP, Фишер и многое другое. Катушки, аксессуары, каталоги для монет, пинпойнтеры. В магазине Antiquar32 работает система Trade-in. Вы можете обменять свой старый металлоискатель на новый. Назовите при заказе промокод Охота за сокровищами и получите гарантированную скидку или подарок. Здравствуйте, друзья, у нас сильный ветродуй. Сегодня мы на Тамбовских землях. Я сейчас буду везти, да, и из машины пока, потому что шумотекатель на фокусе, на камере с зумом не предусмотрен. Вот, я вам сейчас, ребята, покажу, где мы находимся. Кто у нас более внимательный и подписан на все наши каналы, клубные, лайв-каналы и так далее, уже достаточно хорошо ознакомился с данным местом. Я сегодня, наконец-таки, приехал к Олегу. Первый раз в гости к нашему товарищу канал в поисках. Два мы будем отрабатывать. Да, 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 да. Будем отрабатывать все поля, то есть с петровских времен здесь петровские монеты. Вот, и даже нету ни разу, по-моему, не попадалось советов поздних. Да, ранние еще как-то может быть, но в основном как бы место, данное место чисто имперское. На советах тут уже ничего не было. Поэтому Олег любезно... Гадали, что мы приехали сюда за рублями, за пятаками. Да, совершенно верно. Еще потом, вон там где-то, он сказал, что еще сдвигали фундаменты. Там чисто по червонцам будем золотым отрабатывать. Ну, может быть, пятнашки и семи с половиной. Разрабатывают старую деревню, сдвигают фундуки, старые фундуки. И распахивают под поле участки. Заросшие траву сожгли, там все, короче, с фундаментом вот так вот все. Снесли, там, например, рублей, куча. Мы сейчас здесь быстренько разомнемся на пятаках и потом сразу туда. Разминка в любом случае нужна. Так что, ребята, погнали. Похоже, что-то нашел. Вон, что-то снимает на камеру. Да-да-да. Что-то влупил, друзья. Просто так снимать не будет. Ну, ладно. В общем, он ушел туда, на урочище. Вот, а я бью, короче, поляну. То есть, поле вот это еще не засеянное. Вот, в прошлом году тут сидели зерновые. Ну, пока я ничего не нашел. Ну, ходим минут 10 только от силы. Вот, я туда дошел и обратно иду. Первая находочка. Вот, переехали мы на другое место. Не стали мы то бить. Возможно, оставим его под слет. Вот, выскочила у меня конина. В общем, находим сейчас порядка, наверное, нескольких, может, 10 километров от того места. Недалеко. То есть, как бы, всегда можно переехать. Вот. И здесь выжженная деревня полностью. Вот, с Олегом мы. Вон, Олег ходит. Вон он. Где-то там. Вот, конинку я нашел, ребят, первую. Вот, местина здесь с петровских времен древнючая. Но пока находок петровских не видели. Ну, буквально вот сколько я хожу, 5 минут. Вот, решили посмотреть здесь. Зацепился за домик, вероятно. Вот здесь конинка. Вот, а вот здесь уже от керосинки. Вот это вот. О, вместе с колесиком даже. Ничего себе. О, ребят, какая. Там даже надписи. О, интересненько, интересненько. Я возьму. Потом мы на фокусе вместе посмотрим. От души. Вон, видите, надписи. Короче, ребят, вот яма. А вот здесь находка. Не показывает. Серебро. Серебро. Много серебра. По колено яма. Ё-моё, почти. Смотрим. Пониже, да, от ветра. И... Опа. Ух ты. Нифига себе. Надписи какие-то там, что-то. Да. Блин, какой кусок серебра. Как-то лежал. На чё похоже. А тут надписи можно просчитать. Тут бра-бойскин какие-то. Не знаю, может, какой партий гаргиоли серебряный. Ну, прям серебро это сто процентов однозначно. Царское. Вот там чернение. По-темне. Похоже. И буквы старые. Их, как вот пишешь. Все по-стариночке. Вещь-то царских времен. С обратной стороны. Вот так вот. А вот и монитос. Ух ты какой. Вот. Блин, 24-й что ли? Да, здоровый 24-й год. Тройка. Вот она, ребятки. Блин. Я ведь только вчера нашел. И еще одна. От души. От души. Первый монитос, ребят. Тройка 24-го. Короче, ребят, еще один монитос у меня. Вот. И это... Да, 23-й. Олег. Хо-хо-хо-хо. Куда ты меня завез, дружи? Мое первое серебро спустя, наверное, месяца два. Реально с весны не помню, что брал серебро. Последний раз в заброшке. 10 копеек 23-й. Вот такая вот нахуй. Я, короче, обхаживаю вот этот фундучок, ребят. Вот. Здесь он, там он какой-то катафот какой-то нашел. А вот тут вот тройка была 24-го года. А вот эта вот горка, вот она, ребят. Блин, ветер просто жесткий. Это и есть фундамент. Потому что катафот вот этот копал, короче, ребят. Вот он, кирпич красный пошел. Вон этот. Или фара, или хрен знает что. Назвонил и пипец. Вот. Это вот такая вот годнота. Короче, ребят, еще один монитор у меня. Прям рядом с десяткой. А, это щитовик. 20-ка. Ух ты, грань, сияет. 32-й. Офигеть. Вообще щит, посмотрите, в каком сохране, друзья. Да, для советов это хорошо. Хорошенький советик, да. 32-й год, 20 копеек. Интересный щит. Это все рядом, вот одна двоя. Да, да, я тебе говорю, да где она есть-то? Вот, нет, вот ямка одна. Вот, вот отсюда билон, а вот здесь щитовик. Прям две штуки. Ох, проверять надо. При тебе все, вот. От души. Хорошо, да, когда выжигают. Тут нету, ну ямы есть, но там на дороге ямы чуть-чуть. Вот, а здесь по урочищу практически... Возможно, все вот эту площадь, погоди, вот у себя там вот сторона. Да тут просто невозможно. Ваши просторы, просторы, сейчас пойти там! О, ребята, подписывайтесь на Олега канал, ссылки будут в описании. Два квадратных метра, три монеты. Да, вот такие вот места секретные он подгоняет. Ну, вот здесь где-то, зажгли, что ли, что ли. О, там же кладбище. Или дальше? Что-то, Саша, зажгли, что ли? Кладбище вот оно прямо. А то, Саша, я думаю, вся кладочка спальнет. Трава, да? Сейчас уйдешь на ту сторону, это придет к машине, я потом сгорела. Да, машина сгорела. Короче, ребят, кто-то пальнул там травку. Вот, смотрите, как это разгорается в стихийных масштабах. Вот, Олег только что снял самые плюшки. Вот. На минуту прошло буквально, все. Да. Короче, тут только пока монет, пока щитовичок, смотрите, как фигачит. И это, ну, это не дойдет, конечно, до суда, потому что впереди перепашка. Вот. Ну, там вообще зарево такое. Ну, если я буду ходить на ту сторону, я лучше тогда машину перегоню. Ну, да, да. Ну, это по-любому пожарку вызовут, наверное. Просто жесть. Просто жесть, ребят. Сейчас я вам приближу, еще покажу. Вот. Ну, это, я говорю, когда какое-то явление природы такое масштабное, стихийное, это реально ноги уноси, потому что тут не спасешься, короче. На Сахалине? Я в новостях видел где-то там, да. В новостях там много чего не показывается. Там я, кто-то, блогер снимает, показывает, там что ударить, вообще ужас. Там что ударить, где-то. Смотри, ну как это, блин, потухнет когда-нибудь или нет? Так, ну что, ребят, вот здесь билон, вот здесь щитовик. И что-то еще я цепанул. Тоже сигнальчик низкочастотный. Вот. Вот он. Смотрите. О, еще один! Олег! Еще один щитовик! Двадцатка тоже! И тоже тридцать второго года, ребят. Просто вот с одного места три монеты. Жесть вообще! От души! Приятно, ребят, приятно, вот когда вот так. Вот здесь вот получается, ну, может быть, еще бы, ну, по-моему, рассыпушка небольшая. Вот, смотрите, какой здесь на нас дым идет. Жестокий. Дышать нечем. Надо, блин, какую-то мокрую повязку одевать, а то задохнешься. Тройка. Еще одна, ребят, монетка у нас. Нащупаль. Ой, посмотри, тридцатый год какой, а. Вот. У нас фонят приборы, конечно. Вот он он! Еще один троечок. И вот здесь вот сигнал тоже копаю. Ну, вот раненький пруд, раненький. А вот он домик, ребят, стоял. Вот охаживаем тут с Олегом. Ну, давайте посмотрим, что там Олег приподнял. Ельвыров. Копал он. Ух ты! Бак землю. Створочка. Вот сети экспорт и скорее берет, да? Створочка, это большая черная пара. Да, здоровый был, прикинь. Звон хороший, шоу. Блин. Эмальцев, да? Да, классный. Вот такая находочка, ребят. Вообще по пути. Даже он, смотри. Ну да, целая. Блин, вот, может быть, там еще есть. Ты звонил? Да я только выпукал, пока сегодня нет. Ну, смотри, какая глубина. Как бы он видно, что уже давно не стоял в сборе. Одно ушко то ли отломилось, то ли что-то было с ней. Ну, глубоко. Я ковырял. Будь здоров. Супер. Вот о чем это говорит. Надо побить склоны вон те. Я тоже не могу. Вся старина. Да, она лежит либо по склонам, либо здесь глубоко. А здесь, ребят, перешли, короче, мы овраг. Совет. Да, много советского мусора. Вообще просто жесткая мусорка. Даже Деус. Тут у меня, короче, голова уже шумит. Вон машина осталась у нас на той стороне. Мы здесь через плотинку размытую, через дерево там речка течет, перепрыгнули. Вот. И пришли сюда. Да, здесь, короче, вид удручающий. Фундук на фундуке. Две улицы огромные были. Ну, и как бы... Зато мало копали. Да, здесь вот к нам присоединился третий наш соратник. Федор, да. Вот убежал куда-то. Ну, где-то копает, в общем. Он, в общем-то, про это место знает больше, чем мы. И говорит, здесь всегда стоял вот такой бурьян. Вот. И копать просто невозможно. А это выжгли здесь, короче. Все поляны вот эти. И стало интересно. Но мусор, конечно, пипец. Вот что можно найти, ребята, на поверхности. Прямо здесь валяется. 61-й год, 20-ка монетка, ребят. Монетка так горела сверху. Вот. Сейчас потерпим, друзья. Покажу вам обстакановку. Вот. Вот он фундук. Дальше. Вот. Вот он. Дальше, короче, целая улица идет. Вон Федина машина стоит. Нашего товарища, третий, который присоединился. Где ребята, не знаю. Я сюда вышел. Короче, улица вот так идет. Вот так идет туда. И вот так туда идет. Короче, вот эта поляна по-любому была для гуляний, для каких-нибудь. Я вот выдвигаюсь сюда посмотреть. И вот здесь прям сверху зацепил эту монетку. Ну и заодно надо ребят посмотреть, поискать, куда они умотали. Я вот не вижу. А, где-то приборы шумят. А, вонни они. Ха. Вонни они. А я их ищу. Ну что, ребят, еще один монитос. И тоже, наверное, 78-й. Этот еще позднее, чем тот 20-ник 61-го. Вот он. Блин, тут, короче, поздние пошли. Ай-яй-яй. Ну, как звонят, а? Ну, в принципе, они звонят так же, как и ранние. Вот, поэтому приходится копать, ну, монета. Для количества, для общего зачета. От души. Короче, друзья, что-то еще. Только что 20-ку отсюда забрал. Может, еще один совет. О, вот он, ребят, лежит. И тоже поздний, блин. На этот раз пятнаха. 61-го года. Пятнарь. Ай-яй-яй-яй. Воротитесь домой. Короче, ребят, я не знаю, еще похоже. Вот, я эту ямку засыпал, опять звоню. Вот. Еще, смотри, ну, вот, перед вами. Перед вами все. Вот они, они. С СССР поздний. И тоже 20-ка. 79-й год. О, их поперло-то здесь. Какой крестик. Офигенно. Ну, с полу руки, короче, зацепили такой вот крест. Все там в рельефе. Ну-ка, давай посмотрим, читается, нет? Да будет читаться. Короче, ребят, это лепесток, но он очень большой. Ну, да. Можно сравнить, да, как-то. Трехперстовый. Клянь, какой он вообще. Красавчик. А так вот, есть, попадается. Да, и что, и створку от склада. Нет, створка-то. Вот, и что же, какая-то, что-то, как от, блин, может, от люста какой-нибудь подвесился на цепочках, там что-то. Может, от лампадки какой-то. Если что. Вот, как от медной, что-то рукотворной. Ну, вот это вот, конечно, охотки путевые вообще. Створка такая большая. Еще и крестьяр. Крестьяр, наверное, на богатыре висел. Глянь, какой. Я такого не видел. Я их лепестков, этих хмелей, он поднял, но таких здоровых вообще даже не видел ни разу. Бывает еще с амарами. Он еще и целый. Вообще в зачете. Ну, да, красоте не. О, ребятки. В общем, сменили мы место дислокации. Приехали на третье место. Еще и здесь, с разведочкой. Сидя. Да. Решили перекусить, да, вот тут пообедать. Время сейчас пять, шестой даже час. Сидим на берегу живописного пруда. Тем более, уже не солнечно, а паспорт. Ну, да. Вон, какой прудище огромный. Олег сейчас спускался руки мыть, говорит, рыбашем дарахнуло в камышах. Ну, походим. Походим еще. Перекусим. Ну, что, пуль перепахну. А, сейчас я покажу, да. Вот здесь, короче, ребят, хутор. Вот здесь прям распахан он весь. И в прошлом году тут и интересные были монетки. Серебро доставали. Вот Олег поднимал. И, в общем, по путю все было. Поэтому, походим, посмотрим, примем решение. И, скорее всего, здесь и коп закончил сегодня. К тому, как время-то уже так, в принципе. Под вечер, если идет серебро. А как фундуки, яма, фундуки? Ну, да, это фундуки. Фундуки, яма, фундуки. Они вот прям возле пруда. Вот прям одна. Вот вторая. Там еще проезжали две на возвышенности. Прям на пруд все выходило. Вот, но такая жопа мира, ребят. Это... Ну что, ребят, только на поле зашли. Вот. И вот он монитосик. Пока не понять, какой. Советик точно. Ну что? Хорошо, извини. Хорошо. Давай пока камера. Ну и двушка у меня. Не знаю, какая. Короче, у меня двушка советская, ребят. Да что ты. Да она под катушкой прям где-то. А, гуля, она. О, вот она. Николай. Троечка. Видишь, сохраночка? Мне второй раз понравился тот сохран зеленый, бодрый. Да, трешечка. Хоть и полевой. Огонь. Вот так прям две одновременно. Я посоветую. Три копейки. Олег. Ты же 900-й ровно. Ну-ка, давай посмотрим его. Ух, какая красотичная. Видишь, как? Есть монетки, да? Есть. Есть. Хоть и полевой, но сохраночка была. Красавчик. Надо искать, пока время есть. Да, уже к манерам. Да, и еще одна у меня, ребят. Вот она прям выскочила. Ранее, наверное, Олег, кстати. Ой. Только 27-й, давай. 27-й, нет? Это как испытание. 31-й год. У меня красный монетка пошла. Раритет думал. Раритет, 27-й год. Нет, 31-й, однако. Хорошо. Ну иди засними. Все равно, что мог. Короче, ребят, вот за 5 минут 3. Вот она еще. А, слушай, Олег, а это не монета. А это, кстати, какая-то интересная штучка. Я думал, советик. Вот, с каким-то флагом, слушай. О, или пуговица, кстати, может быть такая. Зацени. Я сейчас покажу, сфокусирую. Давай, значит, что это колесико. От керосинки, да. Кстати, вероятно, возможно. Но у нее должен быть гурт ребристый. Эх, улетел. Блин, а я думал, десяточка какая-нибудь или двушечка. Видишь, вот здесь. А тут это, погоди, нет, стоит пуговица гербовая, тамбовская. Здесь улей нарисованные, герб щит. О, ребят, фартануло как мне. Тамбовская пуговая. Да, на тамбовской земле. Такая находка. А тут надпись, тут можно разглядеть. Ну да. Вот, тут что-то... Что-то как-то кто-то. Ну потом, на мониторе будет видно лучше. Ну да, ну да. И вот еще одна, ребят, находочка. Вот, правда, я ее тюкнул по ней здесь немножко. Вот. Ну, уж если такую медную ложку не заметили, да. О чем речь говорит. Точнее, о чем можно говорить, что здесь выбито. Может быть, и ходили, но не очень. Вот такая вот медная ложка. Без маркировок, скорее всего. Ну да. Ну попадались мне такие пару раз. Ранне советская, скорее всего, чайная. Вот, еще одна мою только выкинул, друзья. Только выкинул. И опять ранние двушка и ранний совет, блин. Смотри. Я думал, это серебро. 26-й год, зараза, а? Еще один год на 27-й будет. Ну да, еще на годок. И ты богат. Блин, двушечки какие, а? Прям как они, как они, друзья. Вот, смотрите. Двушка 27-го года. Стоимость ее будет 150 тысяч рублей. Находка очень редкая. Чекан монет этих был ограничен. Поэтому такова стоимость. Таких монет только две. Одна у меня, вторая у Майкл Джекса. Короче, ребят, у нас прямой эфир. Олег говорит 100%. Ну, я слышу по звуку. Он что-то прям большоватый. Может, горшок. Серебро. Рублей. Сигнал-то хороший. Наверное, штук 5 рублей сразу. Один мой. Глубоко. Глубоко горшок лежит. Вот так вот клады и находят. Один твой. Один мой. Опять траву зажгли. Вон там палит. Тут все палит вообще. Целый день, да. О, видите, какие, ребят, кирпичики. В общем, короче, у нас вечереет. И скоро уже темнеет. Мы решили показать вам находки, которые надолбили за сегодня. Ну и, короче, попрощаться. Потому как есть у нас исключительное желание, да, Олег, походить еще маленько? Да, исключить можно еще. Вот. Но я боюсь то, что стемнеет. И мы вам просто ничего не покажем, что мы наковыряли. Начнем со своего. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Двенадцать монет. Из них серебро, ребятки. Вот это, конечно, для меня... Ну, это больше, чем радость. Это больше, чем... Да. Там вот керосинки с ручкой. Потом пуговица советская. Ну, в принципе, эти все находки вы видели. Вот эту пуговицу я, конечно, дома почищу, посмотрю. Олег говорит, что это пуговица с символикой герба города Тамбова. Вот. Ну и тут, в общем, советы. Советы ранние, советы поздние. Особо, как бы, хвалиться нечем. Вот. За исключением серебра. Ну, двенадцать штук влупил. Вот как ни крути. Ну, вот у Олега. Как говорится, чуть по чуть, но драгоценный. Да, ну, блин, офигенные находки, конечно. Я бы с удовольствием разменял бы вот это вот. Ну, вот это. Но створка от складника, конечно, вот это путевая. Жаль, что он не целый. Я, в принципе, не старался копать сегодня советские сигналы. Ходил, искал такое, что-нибудь поярче. Ну, соответственно, поцарям, да. Вот эти штучки всякие набралось тоже. Да, это вот все. Медяшки, латушки всякой. Все царское, как бы. Это ту царское. Медное, блин. Который звучит. Латунный. И болт латунный. Цвет медь, опять же. Ну, в принципе, да. Ну, крестик, конечно, бомба. Троечку вот отсюда дернули. Как только приехали, сразу же тоже бомба. Девятисотый год. Вот. И упала... Щит упал год тридцать третий, кстати. Олег, отсюда видно. Двадцать третий. Я вижу через зум. Вот. Так что, ребятки, как-то вот так. Теперь терпим немножко от ветра. Потому что от ветра спастись. А мы давай на борт развернемся. Да? А мы давай. Али, пускай смотрят на пруд. На пруд, да. Не допрыгай. Сейчас я пониже сделаю. Присядь тогда, чувак. Да мне это. Видите, друзья, вот. Не могу допрыгнуть. Сила грязная, блин. У меня усы черные. Короче, охота за сокровищами и в поисках Лада 2 канала. С вами прощаются. Ссылки на охоту за сокровищами будет вот здесь. Здесь кружочек такой подписывайтесь. И на Олега канал в поисках Лада будет ссылочка вот здесь. Ребята, подписки ваши будут. Заходите, друзья, покопаем мы еще не раз, Женьку. Да, актуально, скоро слет. В ближайшее время скоро, да, встретимся. Мы, в принципе, планируем, сейчас ищем местины. Уже что-то нашли. Это коп, разведывательный коп, мы просто изъезжаем. Я обычно говорю, разведывательный наступательный. Но, в принципе, суть до дела не меняет. В общем, ребята, вот так. Всем спасибо, всем пока и до скорых встреч. Удачи, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok